Всем привет! Это канал Силуэт Макет и с вами я, Настя. И это наш 12 урок, на котором мы, как я и обещала, рассмотрим меню обводка. И при помощи инструментов из этого меню сделаем вот такую бабочку. Если вы пропустили наши предыдущие уроки, то ссылка на них будет в описании. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Итак, приступим. Меню обводки само по себе небольшое и состоит всего из нескольких разделов, но при этом очень полезное и часто используемое в работе. Поэтому вызвать его мы можем также с панели инструментов быстрого доступа и из меню, появляющегося после выделения объекта при помощи правой клавиши мышки. Первый раздел – обводка. В нем мы можем выбрать тип обводки. Ее можно выполнить как снаружи, так и внутри фигуры. Обратите внимание на то, что если мы хотим произвести обводку растрового изображения по контуру, то сначала нужно сделать трассировку такого изображения. В следующем разделе под названием «Расстояние обводки» мы можем уменьшить или увеличить это расстояние от 0 до 25 мм. Сделать это мы можем, как всегда, при помощи бегунка, стрелочек или вписав нужное цифровое значение. При этом значение по умолчанию равно 2 мм. И если в этом разделе ничего не менять, то программа произведет обводку от края объекта как раз на это расстояние. При этом к внешней обводке будет применен закругленный угол, а к внутренней – острый. Эти значения мы можем изменить в строке угол при помощи двух кнопок. Только обратите внимание на то, что применить значение скругленного угла для внутренней обводки не получится. Программа производит эту обводку самостоятельно в зависимости от формы обведенного объекта. После того, как мы укажем тип обводки и определимся с ее расстоянием и формой угла, мы можем нажать «Применить», если нас все устраивает, или «Отменить», если мы недовольны результатом. Также подтвердить свой выбор мы можем просто выйдя из меню обводки или перейдя к другому объекту, ну или повторно нажав «Тип обводки», если нам требуется несколько контуров. И как раз таким способом мы сделаем бабочку, которую я показала в начале видео. Применяя эту технику, мы сможем сделать много различных работ, варианты которых ограничиваются только нашим воображением, но и в момент изоляции отсутствием бумаги нужных цветов. Так что доставайте свои запасы и начинайте творить. Кстати, вы можете прислать фото своей работы, выполненные в этой технике, в нашу группу ВКонтакте. И я ее покажу в одном из следующих видео. Конечно же, с указанием вашего авторства. Теперь давайте сразу же подготовим материал для работы. Нам для этого потребуется цветной картон или плотная цветная бумага, крашеная в массе. У меня это Брауберг, плотностью 220 грамм. Я возьму два противоположных на цветовом круге оттенка, желтый и фиолетовый. Также нам понадобится любой клей. Я пользуюсь обычным клеем-карандашом, но и спененный скотч. У меня в закромах нашелся такой скотч из фикс-прайса. Да, и ножницы, чтобы его резать. Вы можете использовать любой материал, который найдется у вас. Вернемся к программе. Для своей бабочки я нашла в интернете вот такую картинку. Выбирайте любую. Главное здесь красота крылышек. Тельце мы будем рисовать сами. Нам нужен будет от нее только контур, поэтому сделаем трассировку внешнего края. Теперь нарисуем тельце при помощи эллипса. Усики сделаем из угнутой линии, которую обведем по контуру с расстоянием 1 мм. и маленького шарика. Объединим. Отзеркалим. И снова объединим. Далее разместим тельце посередине, выделим вместе с крылышками и создадим составной контур. Теперь произведем внутреннюю обводку в 2 мм. Благодаря составному контуру крылья обведутся отдельно и тельце отдельно. Далее будем делать внутреннюю обводку в 2 мм каждого крыла отдельно, пока это будет возможно. Сколько слоев получится, зависит от того, какой размер бабочки вы сделаете. Теперь разберем слои по запчастям. В одну сторону я отношу детали для желтого листа, а в другую для фиолетового, чтобы цвета крылышек чередовались. Далее выделим все детали, кроме тельца, и сделаем обводку снаружи с расстоянием 8 мм, чтобы было легче склеивать детали. Это расстояние можно сделать любого размера, но не менее 4 мм, чтобы оставалось место для склейки. Обведем тельца. Одну часть сделаем желтой, а другую фиолетовой. Теперь разместим желтые детали на рабочем поле для резки. Чтобы не ошибиться с расположением, включим границу резки. Перейдем в меню «Отправить», выберем материал и настройки к нему. Я использую сохраненные настройки для своего картона. Вылет ножа 4, сила 25, скорость 5, прохода 2. Размещаем лист на коврике, включаем плоттер и нажимаем кнопку «Отправить». Для фиолетового листа делаем все то же самое. «Отправить». «Отправить» Перейдем к сборке. Смысл ее в том, чтобы каждая последующая деталь выглядывала из-за другой на 2 мм. Собираем каждое крылышко отдельно, склеивая детали между собой при помощи вспененного скотча у основания. Также при помощи скотча склеиваем крылышки между собой таким образом, чтобы это место склейки могло спрятаться потом под тельцем. Его части между собой соединяем при помощи клея и приклеиваем его на скотч посередине. Все, наша бабочка готова! По этому же принципу я сделала еще и звездочку. А что сделаете вы? Присылайте фотографии своих работ, исполненных в этой технике, в нашу группу ВКонтакте. Ну а чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?